Друзья, это Ньюс Эйдер и я Александр Кушнарь. Сегодня 16 июня. Сегодня в день, когда в столицу Украины приехала целая миссия различных африканских лидеров и когда они готовы были встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетили Бучу, где россияне устроили свое людоедство в прошлом году. Вот в это самое время, когда эти африканские лидеры приехали в Киев для того, чтобы провести беседу с украинскими властями и таким образом продумать, как можно было бы закончить вот эту войну с тем, чтобы Украина сохранила свои территории и, естественно, Россия вывела бы свои войска. Да, вот в это самое время российский режим направил на украинскую столицу огромное количество баллистических ракет. От сил противовоздушной обороны Украины мы узнали, что сбиты были 6 кинжалов и 6 ракет типа «Калибр». То есть все эти 12 ракеты из 12 были уничтожены системой ПВО Украины, точнее говоря, Киева. В очередной раз киевская система ПВО оказалась на высоте. В очередной раз уже в который раз сбивает не просто 100% входящих угроз, а 100% действительно передовых угроз. Передовых, в смысле таких, которые другие системы ПВО, кроме как «Патриот», перехватывать просто не в состоянии. И снова 6 кинжалов. Одновременно 6 кинжалов, запущенные по Киеву, были перехвачены так же, как они были перехвачены, опять же, будучи одновременно запущенными и с 16 мая. Так же, как в предыдущие разы неоднократно система ПВО в Киеве, в первую очередь «Патриот», очевидно, перехватывали баллистические ракеты типа «Искандер». Одним словом, здесь, вот в этом смысле, конечно, киевская система ПВО снова подтвердила непревзойденный уровень мастерства. Мастерства и украинских воинов, и, конечно же, высокотехнологичное качество, которыми обладают системы типа «Патриот», которые, как мы понимаем, сейчас заслужили, наверное, авторитет, действительно, самую лучшую систему ПВО в мире. До этого она таковой считалась, в общем, по большей части, в теории. И теперь, когда украинские специалисты сели за штурвал вот этих систем, они это подтвердили еще и на практике. Ну а что же на практике подтвердила Москва? А Москва подтвердила тот факт, что, в общем, для нее уже, похоже, не имеют значения отношения даже с африканскими странами. То есть вот с тем самым третьим миром, в кавычках, который Россия еще до недавнего времени воспринимала как сторону, которая теоретически способна, в общем-то, помочь России так или иначе привести свою повестку. А в чем эта повестка заключалась? А в том, что, мол, вот есть вот некий, так называемый, золотой миллиард, то есть вот страны Европы, Соединенные Штаты, Канада, Япония и так далее, так называемый вот этот евроатлантический мир. А есть весь остальной мир, 85%, о которых Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне второй человек в Совбезе России, говорил, что, мол, они на нашей стороне, они на нашей стороне против западной цивилизации. И, мол, это на самом деле вопрос чисто количества. Нас намного больше, нас 7 миллиардов, вот эти вот мы 7 миллиардов против вот этого несчастного золотого миллиарда, да что он против нас вообще может? Что он сделает? Как он вообще собирается нам противостоять? Мы его просто чисто количеством задавим. Вот это читалось в заявлении Дмитрия Медведева. И, собственно говоря, на это делал ставку бутчанский мясник Владимир Путин, который, конечно, полагал, что, может быть, Запад-то и покряхтит, может быть, он и повыступает, может быть, он и повыражает обеспокоенность после вторжения России в Украину. Но, в конечном итоге, ни сам Запад не ведет жестких санкций, ни тем более весь остальной мир, который скорее поддержит Россию или, во всяком случае, будет нейтрально стоять в стороне. Ну, вот теперь выясняется, что даже те, кого Владимир Путин считал еще недавно, если не своими союзниками, то, по крайней мере, странами, которые сохраняют как бы пророссийский нейтралитет, вот эти страны, похоже, начинают отворачиваться от Путина. Потому что нужно понимать, с какой миссией приехали африканские лидеры в Киев сегодня, 16 июня. В первую очередь, глава ЮАР Рома Фоссен. Я об этом коротко сказал вначале, давайте еще раз повторюсь. Эти африканские лидеры приехали в Киев для того, чтобы заслушать украинскую сторону и, в конечном итоге, как нам рассказывали инсайдеры, предложить России отвезти свои войска с украинской территории. Полностью отвезти. И это, по мнению африканских лидеров, и будет означать восстановление мира. И это, на самом деле, конечно же, абсолютно правильная позиция. Это ровно та позиция, которую уже давно, с первых дней российского вторжения в Украину, высказывают у Зеленского. То есть эта позиция заключается в очень простой логике, что дважды два – это четыре. Что для того, чтобы в Украине наступил мир, ни одного российского солдата, ни в Крыму, в том числе, ни в Донбассе, оккупированном еще с 2014 года, не должно быть. Вот когда все российские солдаты уйдут с украинской земли, вот тогда мир и восстановится. Потому что мир, настоящий мир для Украины и для всего международного порядка, это чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена, чтобы ее суверенитет был восстановлен над каждым клачком ее земли, от Крыма до Луганска, Россия, как мы знаем, придерживается иной позиции, с которой можно выразить двумя словами. Признайте территориальные реалии. И именно вот с таким мирным планом Россия выходит, выходит в том числе и к Китаю, Китай согласен с таким вот планом, и потом китайский, так называемый, дипломат-умиротворитель едет, делает турне по Европе, и так или иначе, но всем, похоже, засовывает именно вот этот вот российский мирный план, который себя представляет, по сути дела, продолжение, и даже расширение, аннексии украинского суверенитета. И конфликт этого плана с планом, который предлагает Запад, который теперь предлагает и Африка, присоединившись таким образом к Западу, очевидно, что в конечном итоге этот план поддержит и Индия. Этот конфликт на самом деле не разрешен. Не разрешен по одной простой причине, потому что Россия говорит, что если вы не собираетесь придерживаться нашего мирного плана, мирного плана, который, в общем, поддерживает и Китай, то в этом случае мы будем добиваться реализации нашего плана военспособом. И нам наплевать, если наша ракета, кинжал там или калибр, попадет в то место, где в настоящее время находится африканская миссия. Более того, по делам африканской миссии, если она погибнет от нашего удара, пусть африканская миссия и вообще все те, кто придерживаются мирного плана именно Зеленского, намотают себе на ус, что мы будем бить и по ним тоже, потому что мы понимаем только силу оружия. И, соответственно, прав тот, у кого больше сил. И будет реализован тот мирный план, который подкреплен больше силы оружия. И мы наш мирный план подкрепляем калибрами и кинжалами. Но, на самом деле, если Россия чего-то и хотела добиться, то у нее это не получилось. А добилась она ровно противоположного. Во-первых, того, что украинская система ПВО, киевская система ПВО в очередной раз продемонстрировала высший пилотаж и способность защитить вот такие вот зарубежные миссии, которые все чаще совершаются в Киев именно для поддержки Украин. Ну, а во-вторых, что теперь африканские страны вряд ли захотят проводить какие бы то ни было диалоги с Москвой. Впрочем, я не уверен, что Москве нужен этот диалог, после того, как тот же Ромофос, а и вообще власти ЮАР, по сути, открыто объявили, что арестуют Владимира Путина, если он прибудет летом в Южноафриканскую республику на саммит Брикс. Путину было предложено поучаствовать через видеосвязь, но вот лично присутствовать он не может, ибо тогда будет арестован в соответствии с ордером, выданным ГАГским трибуналом, который обвиняет Владимира Путина в преступлении против детей. ЮАР, являясь подписантом и ратификантом Римского статута, обязан выполнить это решение ГАГского трибунала, несмотря на то, что какое-то время в ЮАР шли дискуссии. Впрочем, дискуссии велись не только внутри ЮАР, но очевидно, что ЮАР также испытывал определенные давления и со стороны западных стран, в первую очередь со стороны Вашингтона, где очень четко объяснили ЮАР, в какой статус Южноафриканская республика перейдет, в случае, если она действительно примет на своей территории военного преступника Владимира Путина и не арестует его в соответствии с выданным ГАГским трибуналом ордером. Так что, таким образом, это еще и мелкая месть со стороны Владимира Путина в адрес конкретно Ромофоса. Но, благодаря, опять же, украинской системе ПВО, благодаря украинским специалистам, благодаря западным странам, которые передали вот эти системы Украине, Владимира Путина не получается реализовать даже вот эту свою мелкую, пакостную месть гадкого, омерзительного террориста. Террориста, который, похоже, теперь уже не гнушается ничем. Даже угрозой для жизни лидеров тех стран, которые он еще вчера считал так или иначе, но близкими себе. Ну, соответственно, сегодня Россия убедилась, что 16 мая, когда все шесть кинжалов были сбиты в Киеве, это не случайность, а это закономерность. Потому что сегодня патриоты повторили тот свой рекорд. Ну, и, между прочим, здесь имеет смысл обратить внимание на недавнюю статью в газете The Wall Street Journal, которая побеседовала с командиром одной из ракетных бригад в Киеве, заявившим о том, что 16 мая на одну буквально батарею Patriot одновременно действительно летели практически все ракеты запущены. Тогда, в том числе, вот эти вот шесть кинжалов, радар Patriot зафиксировал их на расстоянии более 200 километров, и все шесть сбил, при этом последняя шестая была сбита примерно на расстоянии 16 километров от ПВО Patriot. Отсюда вот те вот вспышки, которые происходили уже непосредственно в районе нахождения Patriot, когда российская пропаганда раскрутила по всему интернету видео с комментариями, что это была поражена Patriot, потом мы узнали, что на самом деле она не была поражена, а просто последняя ракета действительно была сбита, ну в буквальном смысле над Patriot, на самом деле 16 километров, это ведь несколько секунд для такой вот ракеты, как кинжал, так что неизвестно, куда бы она в этом случае попала, но в любом случае тогда Patriot спасли очень много жизней, как спасли они очень много жизни и сегодня. Ну а если мы будем подводить предварительный итог именно для Путина, то мы можем сказать так, что если раньше Владимир Путин был изолирован от западных стран и в значительной степени дистанцирован от всего остального мира, то сегодня, похоже, начинается второй этап его изоляции, теперь же изоляции и от стран, которые не входят в евроатлантическую цивилизацию. Если вчера они были нейтральными, то сегодня, я полагаю, африканские страны, ну и вслед за ними остальные, на самом деле, начнут переходить реально на сторону Запада и постепенно, недалек тот час, я полагаю, начнут вводить и санкции против России. Одним словом, политическая изоляция Владимира Путина сегодня перешла на новый уровень. И это сделал он сам, своими собственными кровавыми и абсолютно бездарными действиями. Ну и, конечно же, еще один важный момент, это еще один эпизод ракетного фиаско России. Фиаско ее, так называемых диперзвуковых ракет, которые оказались не более чем вундервафлями, в кавычках, вундервафлями, которые, по сути, стали просто поводом еще немного обворовать российский бюджет. Ну и, естественно, это еще серьезнее ударило по возможности экспорта вооружения из России в другие страны и, кстати говоря, в том числе, я уверен, в страны Африки, потому что если это оружие бьет по африканским лидерам, то, собственно говоря, вряд ли у этих африканских лидеров теперь будет большое желание сотрудничать с РОС обороны экспорта. Ну и, естественно, что единственная мысль, которая должна прийти в головы африканских лидеров, а именно лидеров ЮАР, Замби, Снегалок, Аморских островов, Египта и, между прочим, главы МИД Уганды, эта мысль должна быть такой, что Владимир Путин это угроза не просто для Украины и даже не просто для стран Запада, не просто даже для тех, кто входит в эту евроатлантическую зону. Нет. Владимир Путин это непосредственная угроза, угроза физическая, угроза для жизни для всех стран мира, для каждого гражданина этой планеты. И, естественно, лидеры африканских стран, которые приехали в Киев, сегодня на своих собственных спинах почувствовали непосредственно это. Одним словом, лучше, чем сам Владимир Путин, никто не пропагандирует образ России, как самая человеконенавистническая страны на этой планете. Ну и в качестве по скрипту, я хочу просто напомнить, что до конца года Украина получит еще пять батарей ПВО Патриот. Именно столько для Украины, специально для Украины, собирается произвести компания «РТОН». Всего она собирается произвести в течение вот этого года 12 батарей. Что такое пять батарей для Украины? Для сравнения, сейчас в Украине работают две батареи. То есть это в два с половиной раза больше, чем уже функционирует на территории Киева. Представьте себе, насколько серьезно укрепится в этом случае украинское ПВО и где будут работать эти батареи. Очевидно, не только в городах, но, видимо, перейдут и на фронт. И вот тогда уже Украина по-настоящему сможет восстановить контроль над своим воздушным пространством. Пока что еще украинское наступление все-таки сталкивается с трудностями, связанными с тем, что Россия все еще рискует подводить достаточно близко свои бомбардировщики к линии фронта. Но я думаю, что к концу года для россиян на передовой будет очень и очень много сюрпризов. Так что Патриот таким образом сможет защищать не только украинскую столицу, не только граждан Украины, которые проживают в первую очередь в Киеве, но, очевидно, эта система еще и украинское контрнаступление сможет поддержать весьма эффективно. Спасибо, друзья, оставайтесь с нами. Я напоминаю, что мы ведем сейчас шестой по счету сбор на вторую партию тяжелых дронов Дора и Вака для сил специальных операций Украины, а конкретно для команды Константина, что подразделение производит и эксплуатирует эти дроны на передовой, на южном направлении, где сейчас украинцы начали контрнаступление, точнее говоря, вот те действия, которые предшествуют этому контрнаступлению, я имею ввиду проведение разведки боя. Если вы хотите поддержать производство и эксплуатацию этих очень важных дронов, которые уже сейчас меняют ход этой войны, вы можете сделать это перечислить средства через те ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. Paypal, банковский счет, а также европейская банковская карта. Там же вы найдете и ссылки на интервью с Константином, который рассказывает, что такое дроны Дор и Вака и сколько из них было построено на собранные вами средства, ну и каковы планы их дальнейшего использования. Низкий поклон всем, кто помогает, ибо ваша помощь спасает жизнь. До скорого!